Яко, привет! Привет, привет! Вот, видишь, уже потихонечку начинаешь по-русски, да? Да, я формально серверски так, говорим чуть-чуть. Ну, тогда давай уж я тебе вопрос задам. Когда мы с тобой будем по-русски разговаривать? На следующий год. А можно в Австрии по полугода так? Можно так. Ну, хорошо, вот это будет единственный ответ наш, да? Ну, в Австрии летом мы с тобой общаемся по-русски. А пока через Макса, да, поэтому я задаю вопрос, ты по-английски отвечаешь сейчас, да? Угу. Ну, несколько слов вообще о сборе. Уже второй месяц идет здесь. Ты тоже скажешь, что, как и многие игроки, что никогда прежде с такими нагрузками не сталкивался? Я согласен. Я согласен. Это самый сложный тренинг, который я сделал. Это было очень тяжело. В первых двух игроков уже не так много, потому что лига приходит, и ты должен расстаться немного. Но, да, первые два игроков были очень-очень сложные. Соглашусь с моими партнерами по команде. Действительно, никогда в жизни таких тяжелых нагрузок просто не переносил. Это первый раз, что со мной такое происходит. Очень тяжелые два первых сбора были, на самом деле, так и есть. Но сейчас нагрузки потихоньку уже снижаются, потому что приближается сезон, и нам необходимо все-таки сбавлять нагрузки и подходить уже свежими к чемпионату. Ну, ты в Австрию приехал по ходу первого сбора, насколько я помню, и тоже столкнулся, да, с достаточно непростыми нагрузками. Но я думаю, что, что мы делаем здесь сейчас, это гораздо тяжелее, чем в Австрии. Тренировки более тяжелее, чем там, я думаю. То, что мы сейчас делаем, это намного сложнее, намного тяжелее, и нагрузки существенно более высокие, чем то, что мы делали в Австрии. В Австрии показалось действительно тяжелый сбор, но он не идет ни в какое сравнение с тем, что мы здесь делаем. Самое сложное – это гольф-поля. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Помимо гольф-полей, конечно, вот эта работа опять по тысяче, она тоже очень тяжелая. Ну, вот сейчас, после того, как вся эта работа уже позади, ты чувствуешь, что становишься сильнее, да, что функциональное состояние улучшается намного? Да, конечно, когда мы получим необходимый отдых прямо перед началом сезона, мы можем подойти к первым турам в исключительно свежих кондициях, и я уверен, что тогда наша физическая подготовка будет идеальной, очень-очень сильной и очень мощной. Поэтому сейчас нам только надо вот отдохнуть перед началом сезона, и вы увидите, как свежая и мощная команда. Ну, я тебя уже спрашивал, когда мы так разговаривали после игры, когда два гола отзабил, но сейчас более такой развернуто спрошу, ты здесь поиграл уже на этих сборах и в полузащите, и в защите, и в нападении, то есть практически везде, кроме ворот. Да, ты очень универсальный игрок, но и для голокипера. Ты играешь в наиболее лучшее, да? Да, для голокипера, я думаю, так далеко мы не пойдем, так далеко мы не пойдем еще. Пойдем, мы вряд ли будем. Поэтому вопрос, где ты из тебя чувствуешь наиболее комфортно, вот самому где нравится? Конечно, я себя наиболее комфортно чувствую в полузащите, потому что я львиную долю матча сыграл именно там. Я практически не играл на позиции защитника или на позиции нападающего, поэтому, конечно, комфортнее мне чувствовать себя в полузащите на своей привычной позиции. Я задам несколько вопросов от болельщиков, которые прислали. Первый вопрос такой. Самое забавное происшествие, которое с тобой случилось вот за эти 6 месяцев, 7 месяцев в России. Я и Крис были из-за газа на дороге, когда мы взяли из тренировок. Но мы были в магазине, где мы остановили только 150 метров до газа. Мы с Ирсом ехали на машине на базу, и у нас закончился бензин. Машина просто остановилась, и до заправочной станции оставалось где-то 150 метров. А Крис в то время был еще травмирован, поэтому он сидел за рулем, рулил, мне пришлось выйти из машины и толкать машину прямо до заправочной станции. Справился? Да. Да, да. Мы делали. Но тогда газа была немного вверх, поэтому один человек пришел, чтобы помочь нам. Ну, заправка была чуть на пригорке, поэтому еще один водитель сжалился, спустился, вышел из машины и по окнам дотолкать ее. Ну, не опоздали на тренировку? Нет. Из тренировки. Из тренировки. А, уже домой. Из тренировки. Из тренировки. А погода какая была? Когда была? Это была хорошая, еще пока зима не наступила. Такой вопрос у другого болельщика. Ты родился в Узенице? Да. Население, вот пишут, да, 2800 человек, да? Это правда, да? Я тогда еще не был. Я живу там. Я живу там. А, да. Ну, можно сказать, что ты являешься, там где ты живешь, самым известным жителем своего городка? Да, может быть, сейчас уже можно сказать, что я являюсь самым известным. Ты бы посоветовал болельщикам армейским посетить это место? Или что-нибудь там поблизости? для МЦССКИ-фанцев, да, для вашего городка? Моя городка? Да. 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 Очень там красиво, на самом деле. Я бы посоветовал нашим болельщикам отправиться на горнолыжный курорт, потому что там замечательные склоны, отличный горнолыжный курорт, да, многие ездят. Опять же, там прекрасные холмы, можно просто ходить и гулять по холмам, вот, и, конечно, там река, и можно заниматься вот сплавлением, как сказать, по реке на лодке, на байдарке. Тоже очень здорово. Такой вот вопрос шуточный. Можешь ли ты представить, что спустя какое-то время, когда выиграешь в ЦСКА много титулов, заработаешь много денег, купишь себе все, что захочешь, ты станешь высокомерным, слишком звездным, в общем, другим якой? По характеру. Не могу себе представить, потому что я думаю, что я живу в своем стране, и когда я вернусь домой, там есть разные места, разные культуры, и я не думаю, что я могу так сильно менять. Не могу себе представить такого развития событий, потому что я уверен, что, когда я закончу Корею, я вернусь в свой городок, а там у нас такие простые и добрые люди живут, что я просто не могу представить, чтобы я мог как-то поменяться в характере. Я думаю, останусь таким, какой я есть, и буду жить там уже в своем городе. Вопрос про русский язык еще один. А вы вот с Лашчим, с Бистровичем, с Кристи, который уже блестяще по-русски говорит, вы общаетесь между собой по-русскому? В образовательных целях, так сказать? Вопрос про русский язык. Или вы говорите на русском языке? Я говорю на русском. Не на русском, но я даже на своем не говорю языке. Мы говорим на хорватском языке. А сильно отличается? Ну, отличается, конечно, язык, но разница не сверхсущественная. Просто у меня была такая, из моей профессиональной карьеры, такая история. Сборная России играла с хорватами, попала в одну группу. Это был 2007 год. И меня газета «Спорт-экспресс», где я тогда работал, отправила туда в командировку, брать интервью у Славина Билича, был тогда тренер сборной Хорватии. И Вицу Ольч там играл как раз. И я поехал. И по приезду обнаружил, что база сборной Хорватии находится в Словении, в Чатеже, в терме Чатеже. И я поехал туда. И очень удивился, что сборная одной страны, а база в другой. Я к тому, что языки-то похожи должны быть, все-таки, хорватский и славянский, да? Да. Мы были в один раз июгославицы, так что... Это очень разно. Сейчас, только славянские люди из Игославии говорят немного другую языку. Босния, Сербия, и Коэтия имеют другую языку. Это все близко к тому, но славянский язык имеет немного другую языку. Но, конечно, с Коэтиями мы близкие, поэтому они приходят туда для подготовки, потому что это красивее. Поэтому они туда и поехали, в другую страну, потому что это совсем близко. У нас Словения сосед Хорватии, поэтому языки практически одинаковые. И вообще это бывшая страна, бывшая Югославия, поэтому там разница есть, но она совершенно не значительная. Насколько ты сейчас отличаешься от того Яки Бийола, который приехал в ЦСКА в июне и начал здесь тренироваться и играть? Ментально, и как игрок, какие навыки удалось развить? Какие усилия у тебя вилла, а у тебя вилла, Да, конечно. Какой человек, я вилла очень много, потому что я должен жить на своем собственном. Я должен быть виллительный человек, вообще. Я вилла очень много как человек, когда я был в Москве. и так далее. Да, как футбол игроком, конечно, я получил все из тренировки. И каждый день я пытаюсь получить мою лучшую, и получить все информацию от тренировок. Так что, конечно, как футбол игроком, я также увеличился. назвал... Конечно, я изменился. В первую очередь, я изменился как человек, я существенно возмужел и повзрослел, потому что я теперь живу в Москве один, и я себя считаю уже взрослым, состоявшимся человеком, потому что мне приходится вот эту всю бытовую жизнь тоже вести самому. Никто мне не помогает, ни папы, ни мамы рядом со мной нет, поэтому мне пришлось резко повзрослеть и начать вести самостоятельно хозяйство и самостоятельно весь свой быт. Это первое, да. И эти шесть месяцев мне резко меня подняли в этом смысле. Что касается футболиста и игрока, я точно так же каждый день стараюсь усиленно работать на тренировках, впитываю все, что мне говорят тренеры, потому что наш тренерский штаб передает огромное количество информации в ежедневном ключе, пытается нас всех развивать, поэтому я пытаюсь все это воспринимать, абсорбировать и через вот эти тренерские указания расти и прибавлять. Каждый день на тренировке выполняю все упражнения максимально качественно, с полной отдачей, поэтому я считаю, что тоже эти шесть месяцев пошли мне в плюс, я так же вырос, как футболист. Насколько в Москве тебе сложно или наоборот легко? Что ты любишь делать в свободное время? Какие места посещаешь? Что тебе особенно нравится? В Москве? Я уже не знаю, что ты любишь в Москве? что ты любишь? Я любишь в Москве? кофей-плаката на улице. Я любил все. Я любил хорошего супер в Москве. Я любил в центре. Сейчас все-таки было хрисмасс, все красиво, все радио, все музыка в центре. Я не любил трехех, и это единственное, что я читал. В одном из интервью у себя на родине, в Словении, ты высоко отозвался об уровне чемпионата России, нашей премьер-лиги. Вот что тебе особенно нравится, так скажем, что какие особенно сильные качества нашей лиги, отличительные, ну и какие команды, наверное, отметишь, кроме, конечно, ЦСКА, ведущей команды, кто, на твой взгляд, по игре? Да, конечно, в Словении, в Словении есть большая разница, как в Словении, конечно, и мы работаем очень много, чем в Словении, в России, на птицах. Но, безусловно, нельзя сравнивать чемпионат России во много раз сильнее чемпионат Словении, потому что здесь все по-другому, здесь мяч ходит намного быстрее, здесь скорости намного быстрее. Здесь футболисты прибегают намного больше дистанции, здесь у тебя нет абсолютно времени на принятие решения, здесь все идет в такой динамике, в такой высокой интенсивности, что просто ты даже не успеваешь подумать иногда, как у тебя отбирают мяч. Поэтому чемпионаты абсолютно разные, российские чемпионаты забилы мощными футболистами и хорошими клубами, поэтому сравнивать эти чемпионаты просто нельзя. Какие цели ты себе ставишь на ближайшее время и на более отдаленное будущее? Конечно, мои цели – это играть как много, как возможно в этой половине сезона, чтобы получить как много минут, как я могу получить. И, конечно, команда «Го» – это только один, чтобы победить чемпионат. Ну, безусловно, мои личные цели – сыграть как можно больше времени за наш клуб, за ЦСКА, как можно больше, опять же, по-черкну, игрового времени хотелось бы получить, всегда быть в строю. И, соответственно, основная, главная цель, чтобы, конечно, ЦСКА стал чемпионом – это единственная цель, которая у нас есть перед нами. Ну, наверное, сейчас особенно важно вот хорошо провести, наверное, вот эти первые три игры, да, перед перерывом мартовским на сборной. Да, перед паузом, на сборной на сборной на сборной файла. Это важна большая – победить эти три игры. Да, для получения доверенности, конечно, за заставка в сезоне. И, конечно, мы должны отменить его перед «Зенит» и накопнуть его. Такое, да, для вас demand – это эмоции, чтобы победить все три игры. Для начала веселения – это в основном, в основном, вместо, что мы должны победить первые три игры. Это – это главный герстья, думаю, за последний сезон. Самое главное для нас, конечно, выиграть вот эти первые три начальные матчи с момента возобновления чемпионата, чтобы, конечно, сделать определенный задел, потому что зенит все равно перед нами, мы должны его обойти. И, конечно, вот эти победы, стартовые, если они получатся, они нам придут дополнительной уверенности, и тогда уже мы сможем всю дистанцию уже пройти хорошо. Самое важное – победить, чтобы была уверенность. Спасибо. Спасибо.